Всем привет, друзья! С вами Форса, и в данном видео мы разберём КВДТ-сборку через Хаос Урон. Данная сборочка получилась, на мой взгляд, максимально кайфовой, максимально человой. Кнопочек здесь сжать никаких не нужно, всё у нас автоматическое. Давайте я вам кратенечко расскажу, как здесь всё работает. Есть у нас два колечка. Хардбаунд, Луп. Каждый из этих колечек наносит по нам 420 урона, когда умирает миньон. В нашем случае используются скелетики. Четыре скелета призываются, они умирают. И вот 420, 420, 840 урона за каждого скелета наносится по нам. И за счёт этого урона у нас срабатывает триггер в оружии, Forbidden Ride, и также триггер в броне, Soul Rant и Hex Blast. Они у нас залинкованы с Custom Damage Taken. Механика этого саппорта, в принципе, простая. Когда мы получаем урон, срабатывает тот или иной спелл, залинкованный с этим саппортом. Для того, чтобы при полученном уроне мы не умирали, у нас здесь используется несколько защитных механик. Это река уплайфа в восстановлении хпшки при получении урона, и самое основное это фласка All Rota. Когда мы её нажимаем, у нас значение варда не уменьшается, то есть его нельзя разрушить, пока длится фласка. И в данной сборке сделано так, что эта фласка имеет бесконечную длительность. Как только она заканчивается, она автоматически сама перекастовывается. Для того, чтобы сделать первый триггер, нам нужно переключить оружие. В нашем случае здесь используются обычные жёлтые ванды, на которых есть вот такая вот строчка. Trigger Level 20 Spectral Spirits Van Equip. Эти ванды вы можете просто купить на трейдзе, либо взять обычный и накинуть на них вот такую вот эссенцию. Essence of Insanity. Она как раз добавляет эту статку на триггеры, вот этих вот черепков. Это у нас начальная активашка билда. То есть с чего мы начинаем? Мы прожимаем все фласки, переключаем оружие. Можете в настройках управления забиндить кнопку, чтобы вам было более удобно переключать оружие. Вернули оружие обратно, и у нас начинают срабатывать триггеры. Так как в моём случае сейчас используется 52 cooldown reduction, об этом я опять же чуть позже вам расскажу. Приходится переставлять оружие два раза, именно переключать. То есть раз и два. Так как первый триггер у нас съедает много маны, и её для начального запуска иногда не хватает. Давайте вкратце ещё расскажу по поводу триггеров. Тут есть три вариации. По умолчанию, cooldown у Custom Damage Take у нас 0.25 секунд. Это означает, что у нас будет 4 раза в секунду будет триггериться заклинание, залинкованное с этим саппортом. То есть 4 атаки в секунду. Если мы разгоняем статку Increased Cooldown Recovery Rate до значения 27, мы уже начинаем кастовать 5 атак в секунду. То есть у нас 5 заклинаний в секунду улетает. Если мы продолжаем дальше разгонять Increased Cooldown Recovery Rate до значения 52, то у нас уже идёт 6 атак в секунду. Это некие такие брейкпоинты, которые позволяют нам сделать больше кастов в секунду. Опять же, запомните значения 27, cooldown recovery, и 52, некие пороги. Если у вас будет, например, не 27, а 26, то у вас по-прежнему будет 4 атаки в секунду. Если у вас будет 51, например, а не 52, собрана Increased Cooldown Recovery Rate, то у вас по-прежнему будет 5 атак в секунду. То есть это, скажем так, минимальные значения для увеличения количества кастов в секунду. Но тут есть ещё один нюанс. Если вы набираете, например, 52 cooldown recovery rate, у вас становится 6 атак в секунду, и при этом у вас будет тратиться маны больше. В нашем случае 1900 маны, и этого достаточно, но для того, чтобы запустить наш цикл вардлуп, нам придётся переключать оружие 2 раза. Так как с первого переключения оружия у нас съедается вся мана, то есть мы нажимаем фласки, переключаем 2 раза оружие, и у нас триггер начинает работать. Выглядит это примерно так. И начинается наноситься урон, мы просто бегаем по мапке, и всё у нас хорошо. Манка у нас бесконечная, вард не позволяет нам получать лишний дэмэдж, и плюс мы также сами себя от полученного урона подхиливаем за счёт рекаупа. Для того, чтобы выключить этот цикл, вам нужно просто снять шапку и отзять её обратно. И тогда цикл у вас прервётся. Давайте проговорим самое основное, что вам нужно, когда у вас 52 cooldown recovery rate. Для того, чтобы работало всё правильно. Минимум 1900 маны, минимум под флаской 1100 варда, аномалус самон скелеты, аномалус миньон спид, так как она даёт понижение длительности миньонов, залинкованный лес дюрейшн 20-20, также к этому вам нужно 3 вот таких джевела, 2 dust. 2 из них будут на 19%, и 1 будет на 20%. Тогда у вас будет всё работать правильно, cooldown будет 0.16, и длительность скелетов тоже 0.16. То есть у вас получится 6 прокастов в секунду времени. Давайте прям наглядно вам покажу вторую вариацию, если мы не набрали 52 cooldown reduction, а у нас, например, 27, то есть второй порог. Для этого что нам нужно? Также нам нужны аномалус скелеты, также нам нужен аномалус миньон спид, но лес дюрейшн мы вынимаем. По-прежнему помните маны 1900 минимум, и вард под флаской минимум 1100. Но тут небольшая особенность. Сейчас я уберу лишний cooldown reduction, чтобы он у нас не срабатывал. Опять же, все эти версии будут в описании к видео. И на максимальный кдр, и на 27, и без него. То есть мы освобождаем скиллпойнты, можем закинуть, например, сюда в крит урон, и вот сюда вот можно закинуть в дополнительный блок. Два свободных поинта мы закидываем в дополнительный power charge. Так вот будет выглядеть версия на 27 cooldown reduction. И для того, чтобы у нас срабатывало ровно 5 атак в секунду, нам нужно уравнять длительность скелетов. Сейчас у нас cooldown 0.20, 5 атак в секунду, но длительность скелетов у нас 0.40 секунд. И для этого нам придется поменять один брюлик to dust. То есть вместо версии на 19% мы ставим гем на 20. 20 пониженная длительность скелетов. И тогда у нас здесь все выравнивается, становится 0.20, и триггер также начинает спокойно работать. Но помните, что в данном случае у нас сейчас происходит 5 атак в секунду. И в первой версии, когда у вас 4 атаки в секунду, ну допустим у нас здесь нет крафта на cooldown recovery rate, по линкам остается все то же самое, и to dust'ы используются точно такие же. В этом плане изменений никаких нет. Значение проков вы можете смотреть либо в пасса в билдинг, либо примерно вот смотреть в игре. Если у вас 0.20, 0.20, значит 5 атак в секунду. Если у вас 0.20, 0.21, 4 атаки в секунду. Если у вас 0.16, 0.16, то у вас 6 атак в секунду. Давайте вернем обратно 0.52 cooldown, ну заодно посмотрите как он набирается. Пояс нам дает 12 cooldown recovery rate, ботинки в импристе нам дает 10 cooldown recovery rate, два таких брюлика дают нам по 3 cooldown recovery rate, вставляем обратно less duration для наших скелетов, меняем to dust, помним, что для версии на 52 cooldown нам нужно 2 по 19, 1 на 20. И далее с помощью татушек мы добираем оставшийся cooldown recovery rate. Здесь у нас татушка номер 1 дает нам 8. Здесь у нас татушка номер 2 также дает нам 8. И здесь татушка номер 3 также дает нам 8. Далее, когда мы поставим все custom damage taken в броню, в оружие и в шапку, вы можете проверить на каждый из обилок. Когда вы на нее наводите, написано при каком получении урона она будет триггериться. Вот здесь forbidden rate у нас 2784, здесь у нас 3.120 и скелеты у нас 2.617. Эти значения должны быть не выше значения 3.360. Так как с колецом получаем 3.360 урона, когда скелетики умирают, и это значение у вас должно быть просто не выше. Поэтому если у вас вдруг что-нибудь триггерится, можете просто посмотреть, какое значение у вас в получении урона на каждом из скиллов. Я думаю, вот эти основные моменты я также добавлю в описание к видео, чтобы вам было легче ориентироваться по цифрам. Какое значение фласки вам нужно, какое значение здоровья варда вам нужно, какое значение маны, при каких cooldown recovery rate. Я это добавлю в описание к видео, чтобы вы точно не запутались и могли всегда подсмотреть, подглядеть, когда будете подгонять значения. Давайте, ребятки, перейдем к геймплею. На глянник вам покажу все, что как работает. Данная сборка проходит абсолютно все, за исключением симулякра, либо овербоссов. Если вы хотите убивать овербоссов, вам нужно строго собирать прям максимальную версию. Ссылочка будет в описании. Если вы максимальную версию не собрали, то на овербоссов вам просто банально не хватит дефа. Урона хватит, но дефа может не хватить. Также в симулякре, начиная с 20 волны и выше, там куча всяких дебафов, алайментов, которые просто сбивают цикл триггера. И вардлуп прерывается. Также на карте есть монстры, у которых есть купол. Это также может прервать нам цикл. Но тут проблема решается быстро. Если вдруг у вас цикл прерывается, вы просто меняете, включаете оружие, и у вас цикл возобновляется. И вы снова бежите дальше. То есть с этим проблем не будет. А так остальные все моды на картах, абсолютно любые, абсолютно любой контент в игре проходится довольно-таки легко. При этом сборочка практически бессмертная. Единственное, что может по вам прилететь, это какая-нибудь супер мощная тычка физ урона. Ну, например, как телепорт от Шейпера. Все остальное практически не пробивает. Давайте вам картинечку покажу, как здесь выглядит сам геймплей, чтобы вы просто примерно посмотрели. Мы заходим на карту, обязательно первым делом мы включаем все фласки, дальше переключаем оружие. Помните, если у вас сборка на 52 кулдаун рекавери рейта, то вам нужно оружие поменять два раза, чтобы она активировалась. Если у вас версия меньше 52 кулдаун рекавери, то вам оружие будет достаточно поменять всего лишь один раз. Для усиления урона мы используем РФ. Нажали ее разочек и побежали дальше. Она дает нам дополнительный спеллдэмэдж, который разгоняет наш урон от триггера. Также дополнительно мы можем нажимать ВАЛ и РФ. Его нажали и урона стало еще больше. И в принципе все. Больше мы на мапках ничего не нажимаем, просто бегаем, все разлетаются, все умирают, красота. Бегаем, собираем дивайна. С боссами тоже проблем никаких нету, забежали. Единственный момент, когда вы входите в какой-либо портал, либо проходите вот к боссу, как сейчас, через вот такой вот портальчик, то у вас цикл прерывается, и вам нужно снова включить и выключить оружие, для того, чтобы его запустить. Этот моментик тоже помните, когда будете заходить в какие-либо порталы, к боссу или прочее. Что вам нужно будет снова запускать цикл. Ну а так по геймплею максимально просто, максимально чилово. Сборка, на мой взгляд, очень крутая и очень сильная. Если ее сравнить с чем-нибудь, чтобы примерно понятно было, можно ее сравнить с Десаурой. Только по сравнению с Десаурой здесь дефа намного больше. И урон тут одинаковый. То есть эта сборка одинаково дамажит по трэшу, даже суперсложному на Х5 Делириум, и также по боссам. То есть урон нигде не приседает, она стабильно наносит фиксированный урон, сразу по боссам, по трэшу, и все у вас хорошо. Десауров все-таки по боссам дамажит не так сильно, и там приходится периодически стрелять стрелой. То есть в этом плане эта сборка, на мой взгляд, универсальная, и вы сможете поформить абсолютно все. Любые мапки, Делириум, Блайты, Хейст, Экспедиции, даже Блайты АФК на стримчике я бегал. То есть мы там стояли просто рядом с этой шишкой и все. И ничего не нажимали. И в АФК режиме Блайт зачищался. То есть в этом плане тоже довольно-таки круто. Мне эта сборка очень понравилась, возможно я буду ей играть в следующей лиге. И надеюсь она вам тоже понравится. Сейчас более подробно разберем все шмоточки. Покажу, что у нас там с чем залинковано. Оружие у нас используется Кейна в Кулимак. Здесь важные статки на оружии. Плюс 3 2-левелов, сокеты, суппорт геймс, спелл дэмэдж и крит урон, когда мы находимся рядом с радным монстром, либо уникальным монстром. Либо вместо нижней строчки на крит урон вы также можете взять на дабл дэмэдж. Имплисит в посохе особой роли не играет, но можете его накрафтить через агород. В оружии у нас стоит Forbidden Ride 21-го лейвела. Дивергент Custom Damage Taken. Тут опять же помните, когда вы будете собирать на максималочках, ставить дивергент версию, помните, что значение триггера вы можете посмотреть наведя на скил. То есть в нашем случае 2-784. И исходя из этого можете подбирать качество. То есть в моем случае используется 22 quality, но это не обязательно. Можете взять, например, там 17 качество. Тоже будет хорошо триггериться. Далее, Increased Critical Damage, Awakened Void Manipulation, Greater Multiplier Projectiles и Empower 4-го уровня. Далее, шапка у нас используется желтая. На ней чарка важная, Forbidden Ride имеет до Projectile. Также на шапке ролим побольше варда, побольше резистов. И в имплисити у нас Increased Spell Damage и 10 физ урона перегоняется в хп. По поводу крафта шапки, ботинок и перчаток я вам расскажу чуть позже. В шапке у нас стоит Less Duration, Divergent Custom Damage Taken, Anomalous Summon Skeletons и Anomalous Minion Speed. Помните, что Less Duration нам нужен лишь для максимальной версии, когда мы набираем 52 cooldown recovery. В версии на 27, либо в версии в самой начальной он не нужен. Амулет. У нас используются желтые. На нем машется Infused, который дает нам Dog Power Charge. И важные остатки на амулете. Побольше маны, побольше крит урона и плюс 1 ко всем скиллгемам. Также бонусом можете взять еще плюс 1 к хаус скиллгемам, либо резистики, как в моем случае, либо Spell Damage. Но это уже на ваше усмотрение. Самое важное здесь плюс 1, крит урон и мана. Броня у нас используется Skin of the Lords. Здесь самые важные правильные цвета. Это 2 зеленых, 2 синих, 2 красных. И пассивка, в нашем случае импейлер, который не дает нам ничего. Пассивку можете брать любую, но смотрите тут внимательно, чтобы она не сломала вам сборку. Чтобы там не было лишних бафов, либо дебафов. Самые полезные пассивки, которые могут быть на броне, но стоят они очень дорого. Это первая пассивка на блок. Glancing Blow. И вторая пассивка на антистан. Эти 2 пассивочки самые топовые для данной сборки. Если не хотите заморачиваться, просто берите с точно такой же пассивкой. В броне у нас стоит Divergent Custom Damage Taken, Soul Rant, Awakened Void Manipulation, X-Blast, Empower и Greater Volume. Два кольца у нас одинаковых. На нем важные статки. Это 420 физ урона мы получаем при смерти миньонов. И в дальнейшем, когда у вас будет побольше валютки, можете взять с имплиситом на Зиалотре. И у нас становится урончик еще больше. Но с таким имплиситом колечки не дешевые. Поэтому поначалу вы можете бегать без этого имплисита. Далее перчатки. Тоже желтые, тоже побольше варда. Также в идеале здесь должна быть ловкость, чтобы нас хватало атрибутов. И дополнительно бонусом резист. В имплисите у нас усиление эффекта наших марок. И 15% шанс накинуть unnerve на врагов. Тем самым мы еще увеличим наш урон. В перчатках у нас Phase Run, Custom Damage Taken, обычная версия, Despair и Divergent Assassin Mark. Далее пояс у нас используется желтый. На нем побольше здоровья. И две очень важные статки. Это значение 20 понижений используемых зарядов нашими фласками. И минимум 29% длительность фласа. Это очень важно. Если это значение будет меньше, чем 29%, у вас фласка будет заканчиваться. И в некоторый момент это будет неприятно. В стартовой версии здесь кулдаун рекавери не нужен. В версии на 27% и на 52% кулдаун рекавери. Здесь докрафчиваем просто кулдаун. В пояс мы вставляем любой обессальный джевелл, на котором будут доп. статки и кулдаун рекавери рейд. Если бонусом еще будет критический урон, то это вообще супер. Это вам разгонит еще урончик. Ботинки у нас желтые. На них важные статки. Это чарка на пониженный мана кост, чтобы наши скиллы стоили меньше мана. Это важно. Также в имплисте для начальной версии кулдаун рекавери тут не нужен. Для версии на 27 кулдауна обязательно ролим. И также для максимальной тоже нужен. Значение 10. Инкрест кулдаун рекавери рейд. И второй имплист на ботинках мы ролим на бритл граунд. Как вот здесь на роллина у нас, дает дополнительный крит шанс. Я просто на этих ботинках еще не менял, но в финальной версии нам нужен именно бритл граунд. И также на ботинках побольше варда, побольше резистов, скорость передвижения. И можно также бонусом добавить иммун к чиллу. В ботинках у нас стоит флейм дэш, вальная версия рф, дивергент eternal blessing support и зиал отри. Этот саппорт гем дает дополнительный эффект для нашей ауры и делает ее по факту бесплатной. Но мы можем использовать только одну ауру. Первая фласка у нас используется фласка AllRoto. Помните, важно значение минимум 42% increase charge и минимум 26% качества. Вторая фласка у нас dying sun, тут значения абсолютно любые. И третья фласка у нас quicksilver flask. На ней важные статки. Поменьше значение пониженной длительности, усиление эффекта и максимальное значение дополнительных резистов. В моем случае здесь 38. Также на зеленую фласку мы мажем чарку. Она у нас используется, когда заряды набираются полностью. И на две другие фласки мы мажем другую чарку. Когда эффект фласки заканчивается, она кастуется автоматически. Пантеон у нас берет стандартный. Солов Брин Кинг и Солов Грухан. Перейдем к дереву талантов. В подклассе пассивки у нас берутся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Легионовский джевел вам нужен с цифрками 32, 34 и 2 вот такие пассивки. 10 увеличения заряда наборов фласок и 10 увеличения заряда наборов фласок. Также бонусом у нас здесь идет дополнительный крит шанс, дополнительная ловкость, дополнительная скорость бега, дополнительные шансы слепления, колд резисты, ловкость и крит шанс. И самое основное. Мы этот таймлист джевел берем под влиянием байбала. И у нас большая пассивка дает нам дополнительно по 4 заряда наших фласок каждые 5 секунд за каждый свободный слот. В левой части дерева у нас используется джевел импассибл эскейп на айрон грипп. Это для того, чтобы вокруг этой пассивки мы могли брать свободно таланты. И в нашем случае мы берем батл роллс, который нам дополнительно дает рекауп маны и максимум маны. И берем дополнительно хпшку. Перейдем к кластерным самоцветам. Первый кластер у нас берется на 8 пассивок на увеличенный хаос урон. На ней важные пассивки. Это анхолик рейс и тоуча в круэльте. Третья пассивка может быть абсолютно любой, так как она у нас все равно не берется. Далее в нем у нас стоят 2 средних кластера. Первый из них. На нем важные пассивки. Табривит фопотенсия и фастинг. Второй средний самоцвет. Важные на нем пассивки. Этернал саферинг и дарк идеейшн. В них у нас стоят. Ту даст. И во втором у нас стоит обычный желтый. На нем самая важная статка. Это кулдаун рекавери рейд. Остальное на ваше усмотрение. Либо крит урон, либо хпшка, либо понижение резистов, как у меня. Второй кластерный самоцвет. На нем важные пассивки. Essence Rush и Conjured Wall. Третья пассивка. Абсолютно любая. Мы ее не берем. Также на 8 пассивок. На увеличенный Spell Damage. И вот здесь у нас стоят 2 самых важных кластерных средних самоцветов. Эти кластерные самоцветы у нас берутся одинаковые. Здесь самое важное. Пассивка фастинг. База на длительность фласок. И дополнительная статка. Увеличенный набор зарядов фласок. Значение 3. И в итоге каждая такая мелкая пассивочка нам будет давать набор фласок, длительность фласок и дополнительные атрибуты, если вы купите, например, с атрибутами. Ну а остальные статки уже на ваше усмотрение. Самый наилучший стат здесь. Либо доп. атрибуты бонусом, либо мана. Так как чем больше у нас мана, тем больше у нас дефа и лучше работают триггеры. В первом среднем самоцветии у нас стоит 2Dust. И во втором стоит Watcher Sign. Watcher Sign мы берем с одной важной пассивкой. Это увеличенный крит шанс, когда враги находятся на Consecrated Ground. Пока на нас работает Зиалотри. Ну и также на этом джевели. Ищем побольше здоровья, побольше маны. Так, вроде самые основные моменты я проговорил. Ух, ребятки, старался прям максимально просто и доступно вам объяснить, чтобы особо не запутались. Но опять же, если у вас вдруг будут какие-то вопросики, можете смело поздавать их в комментариях. Либо забежать ко мне на стримчик, там поспрашивать. Либо на бустике в личные сообщения тоже можете писать, если вдруг какие-то вопросики у вас возникнут. Либо что, например, не будет работать, заводится. Я вам всегда подскажу, расскажу, буду рад помочь. Сборочка прям максимально суперская. Мне она нравится очень. Проходит она все легко, играется на ней тоже легко, когда уже полностью собрал. И не нужно этой возни с cooldown recovery. И у вас все работает прекрасно. Сборочка прям суперская. За свою стоимость она показывает очень хорошие результаты в плане выживаемости и урона. На мой взгляд, получилось прям супер. Надеюсь, и вам она тоже понравится. Давайте я вам вкратце покажу, как крафтим шапку, ботинки и перчатки. Крафт тут, в принципе, одинаковый. Мы покупаем базу 84 или выше левела. Далее подбегаем в огород. И с помощью синих семян на дефенс мы начинаем крутить. Все остатки на вард, они имеют тег дефенс. И поэтому крафтится довольно-таки легко. Если вам повезет и одновременно прокнут еще резисты и мувспид, ну, например, как тут на ботинках, то, в принципе, готово. И крафт довольно-таки простой. Если у вас прокнули хорошие значения варда, но нет резистов, тут смотрите, что делаем. Так как все нужные значения варда в основном как префиксы, мы можем подролить суффиксы с помощью элдри хаосорбов. Но для того, чтобы у нас ролились только суффиксы, нам нужно сделать так, чтобы влияние пожирателя миров имело более высокий тир. То есть мы кидаем мелкий тир экзарха и кидаем более высокий тир пожирателя миров. И тогда с помощью хаосорб у нас будут ролиться только суффиксы. То есть мы сделали максимальный вард и дальше уже этими сферками подролливаем нужные нам резисты. То же самое на всех остальных шмотках. Так что крафт довольно-таки простенький. Далее, смотрите. Если мы ловим на ботинках увеличение кулдаун рекавери рейта для максимальной версии, либо для версии на 27 кулдауна, мы можем использовать урупов конфликт. Работает он как? Он рандомно увеличивает тир того или иного влияния. То есть что мы делаем для начала? Мы ролим кулдаун рекавери рейт с помощью сферок пожирателя миров. Допустим, берем гранды. Ловим кулдаун рекавери. Далее мы кидаем более высокий тир экзарха. Потому что если он будет более высокий тир, у нас будут неплохие шансы, что повысится именно кулдаун. И дальше с молитвами кидаем орба в конфликт. Тем самым у нас будут одна или вторая остатка вырастать в своем тире. То есть значение будет увеличиваться. Смотрите. Если, например, кулдаун редакшн, влияние пожирателя, начинает уходить в минус. То есть уменьшаться. Мы можем повторно нарулить более нормальный тир. Снова этими сферками. И снова кинуть сферку. Тут опять же много, ребятки, зависит от удачи. Поэтому как повезет, как скрафтится. Может и сразу пропрокать, а может как бы и туда-сюда гоняться. И в итоге потратится много валютки. По поводу крафта пояса, ребятки. Смотрите. Мы покупаем много баз 86 левела на пояса. И вариант номер один. Можем крафтить альтами. Пишем здесь снизу effect duration, effect dur. И начинаем прокидывать альты. На свободные места мы можем докидывать аугменты. И дальше уже ловим статку t1 increased flask effect duration. Нам нужна именно t1 статка. Далее мы закидываем регалы. И уже ловим вторую статку reduced flask charge used. То есть нам нужны эти две статки и именно t1. И в идеале должно быть еще свободный суффикс. Чтобы мы могли накрафтить туда cooldown recovery rate. Сразу скажу, этот способ будет не быстрый. Вам придется прям сидеть, фигачить так очень долго. Для того, чтобы поймать две t1 статки. Поэтому тут смотрите сами. Я бы советовал нафармить валютки и просто купить пояс. Пусть с фиговыми статками, но самое главное, чтобы две t1 были. И поначалу вы можете купить просто обычный пояс. Не стегановский, а вот такой. С t1 статками. Длительность flask и пониженное использование зарядов. Так вначале будет гораздо проще. Но потом в дальнейшем вы можете купить более дорогой стегановский. Либо просто его накрафтить. Вариант номер два крафта. Вы можете закинуть сразу алхимки во все пояса. Ну, чтобы они у вас стали желтыми. И уже хаосами непосредственно крутить. Пока у вас не поймается 2 t1. И даже хаосами, ребятки, этот способ будет очень долгий. И вам придется посидеть и покрутить. И также не сказать, что прям очень затратно. Но именно по времени довольно-таки муторно. Любители крафта, может быть, понравятся и вы захотите так покрафтить. С поясами, в общем, понятно. По поводу аббис джевелов. Здесь тоже все довольно-таки просто. Мы покупаем базы 86-го левела джевелы. Именно 86-го, чтобы назначение cooldown recovery прок 0-3. И пишем здесь cooldown recovery. Можно просто култ писать. И далее прокидываем хаос уже во все эти джевелы. И ловим нужный нам cooldown recovery rate. Нам нужно значение именно 3. И дальше уже либо экзалтедами, либо анульками докрафчиваем до идеала. То есть таким способом вы можете накрафтить себе нужные джевелы. Так, ну надеюсь по крафтику вам все понятно. Если опять же какие-то будут вопросики по волду крафта, тоже можете поспрашивать в комментариях. Либо на стримчике, буду рад помочь подсказать. Ну а сейчас для тех, кто играет на русской версии игры, мы посмотрим все шмоточки на русской версии. Оружие у нас используется трость кулимака. Важные статки на оружии. Плюс 3 к уровню размещенных камней поддержки. Увеличение урона от чар. И к множеству критического удара. Пока поблизости есть редкий или уникальный враг. В оружии у нас стоит запретный ритуал. Искривленное створение чара при получении урона. Ускорение критических ударов. Пробужденные манипуляции пустотой. Много дополнительных снарядов. И усилитель. Шапка у нас желтая. Важная на ней чарка. Запретный ритуал выпускает дополнительный снаряд. Выплестие увеличение урона от чар. И действие получаемого физического урона восполняется в виде здоровья. Характеристики на шапке. Побольше барьера. Побольше резистов. В шапке у нас стоит сокращение. Искривленное створение чара при получении урона. Аномальное створение скелетов. И аномальная скорость приспешников. Амулет у нас желтый. На нем важная чарка. Заряженный. И также важные статки. Побольше глобального множителя критического удара. Побольше маны. И плюс один к уровню всех камней умений. Броня у нас кожа повелителей. Спасивка и пронзатель. Цвета у нас здесь. Два синих. Два зеленых. Два красных. В броне у нас стоит искривленное створение чара при получении урона. Разрыв души. Пробужденная манипуляция пустотой. Взрыв порчи. Усилитель. И большой залп. Колечки у нас оба одинаковые. Здесь важная статка. Получение 420 физического урона при смерти приспешника. И в финальной версии можно добавить имплист на усиление эффекта ауры фанатизма. Перчатки у нас желтые. На ней также побольше барьера. Плюс к ловкости. Побольше резистиков. И в имплисте усиление эффекта ваших меток. И 15 шанс обескуражить врагов на 4 секунды при нанесении удара. В перчатках у нас призрачный бег. Сотворение чара при получении урона. Отчаяние. И искривленный метка убийцы. Пояс у нас темные тиски. Побольше здоровья. И самые важные статки. 20 уменьшения используемого количества заряда флакона. И 29 увеличения длительности эффекта флакона. Самое главное помните, что эти значения должны быть минимум такие. Минимум 20 и минимум 29. И для разных версий мы тут уже добавляем повышение скорости перезарядки умений. В самом поясе у нас стоит самоцвет призрачного глаза на повышение скорости перезарядки умений. Остальные статки любые. Ботинки у нас желтые. Важная статка на ботинках это чарка. Снижение затрат маны умениями, если вы недавно получали удар. Также в имплисте у нас ролится повышение скорости перезарядки умений. И вторым имплистом мы ролим либо шанс избежать шока, либо как здесь, при передвижении создает крупкую землю длительностью 2 секунды. Она добавит нам еще крит шанс. И также на самих ботинках побольше барьера, побольше резистов, скорость передвижения. И бонусом можно добавить шанс избежать охлаждения. В ботинках у нас стоит огненный рывок, праведный огонь, вальная версия. Искребленное вечное благословение. И фанатизм. В фласке у нас первая решительность Алрота. На ней чарка используется повторно по окончании действия эффекта. Также здесь очень важно минимум 42 увеличение количества используемых зарядов. И минимум качества фласки 26. Вторая фласка у нас Умирающее солнце. Тут статки абсолютно любые. И чарка у нас используется повторно по окончании действия эффекта. Третья фласка у нас Ратутный флакон. Чарка здесь другая. Используется при накоплении максимума зарядов. И важно здесь побольше дополнительного сопротивления стихиям во время действия эффекта. И также фласку берем на усиление эффекта и уменьшенную длительность. Для активации триггера мы используем обычные ванды, на которых есть такое свойство. Вызывает срабатывание призрачных духов 20 уровня, если находится в руках. Чтобы скрафтить такие ванды мы используем сущность Безумия. Она по умолчанию сразу накидывает эту статку. Пантеон у нас здесь стандартный. Душа Морского Царя и душа Грухан. Перейдем в Дерево Талантов. В подклассе у нас берутся пассивки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее сверху у нас используется вневременной самоцвет «Жестокая сдержанность» под влиянием Балбала. Цифры 32, 34. Они дают нам важные пассивки на увеличение получаемого количества зарядов флакона. И также дают жирную пассивку. Флаконы получают 4 заряда за каждую пустующую ячейку под флаконы каждые 5 секунд. В максимальной версии на 52 повышение скорости перезарядки умений мы добавляем 3 татухи. Мажутся они сюда, сюда и вот сюда. Для того, чтобы они работали, вокруг них должны быть взяты 7 пассивок. У нас используется 3 таких гема. В начальной версии 2 гема по 20% уменьшения времени существования скелетов 1 на 19. И в максимальной версии на 52 повышение скорости перезарядки умений мы используем 2 на 19 и 1 на 20. Плюс бонусом еще ставим сокращение. Это когда мы делаем максимальную версию на 52% перезарядки умений. В левой части дерева у нас первый кластерный самоцвет на 8 пассивок и базу увеличения урона хаоса. Здесь 2 важные пассивки «Нечестивая милость» и «Толика жестокости». Третья пассивка «Любая». В нем у нас стоит средний кластерный самоцвет увеличение длительности эффекта флакона база и пассивки «Голодание» и «Подготовленный потенциал». В нем у нас стоит один из брюликов «Прах». Второй кластерный самоцвет берется на базе увеличения постепенного урона хаосом, можете брать либо 4, либо 5 пассивок, и самое важное, вечные страдания и темные воплощения, в нем у нас стоит пустая орбита, самая важная здесь статка повышения скорости перезарядки умений, остальные статки на ваше усмотрение, либо здоровье, либо понижение резистов, либо критический урон. Далее чуть выше у нас стоит фантастическое спасение, в радиусе железная хватка, то есть в радиусе этой пассивки мы можем брать другие таланты, в нашем случае берется встряска и здоровое тело. И здесь у нас стоит второй кластерный самоцвет, на базе увеличения урона чар, важные пассивки прилив духа и сотворенная стена, третья пассивка любая. В нем у нас стоят два средних кластерных самоцвета, они одинаковые, самое важное здесь, максимальная база на 6 пассивок, увеличение длительности эффекта флакона, также здесь важна пассивка голодания и плюс 3 увеличение получаемого количества зарядов флакона. Остальные статки на ваше усмотрение, либо ко всем характеристикам, либо бонус к мане. В нем у нас стоит еще один впрах, третий самоцвет, и здесь стоит у нас глазохранитель, на нем важная статка повышения шанса критического удара по врагам на освещенной земле под действием фанатизма, и также побольше здоровья и побольше мана. А так дерево довольно-таки простое, самое главное здесь не запутайтесь в кластерных самоцветах и побыстрее возьмите все таланты на увеличение получаемого количества зарядов флакона. Надеюсь, ребятки, данная сборочка вам понравится, если это так, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, черканите комментарии, если вдруг какие-то вопросики, либо просто хотите оставить приятный комментарий, мне будет очень приятно. Также, ребятки, не забывайте про бустик, на нем очень много дополнительного контента, все гайды там выходят раньше, также в личку я ребяткам там помогаю с билдами. Подсказываю, отвечая на всякие вопросики, и буду рад всех там видеть. Ну а с вами был Форса, всем спасибо за просмотр, и до встречи в следующих видео. Пока-пока!